Добрый вечер на телеканале ЖТСУ В текущем году планируется сдать пять крупных объектов бизнеса, а в следующем гостей начнет принимать парк развлечений, доложили премьеру пребывающему с рабочим визитом в Алматинской области. Медицина в шаговой доступности. В каждом населенном пункте должно быть медучреждение, поручился Гентаев. От 15 до 50 процентов вырастет заработная плата работников производственных предприятий, заверили главу Кабмина предпринимателей области. Премьер-министр страны Бакаджан Сагентаев с рабочей поездкой прибыл в Алматинскую область. Глава Кабмина осмотрел обновленный терминал Талдыкурганского аэропорта, введенный в эксплуатацию после реконструкции весной нынешнего года. Первый руководитель области Амандык Баталов презентовал Сагентаеву новые проекты по развитию аэропорта Ушарал и берега укреплению озера Алаколь. Напомним, строительство воздушной гавани у побережья целебного озера завершили в прошлом году. А на сегодня идет реконструкция взлетно-посадочной полосы. Стоит отметить, что благодаря слаженной работе по развитию Алаколя жемчужины ЖТСУ в этом туристическом сезоне посетило свыше одного миллиона туристов. А в 2014-м эта цифра была лишь в районе 100 тысяч отдыхающих. Это и являлось одним из основных поручений главы государства Нурсултана Назарбаева перед тогда еще новым Акимом области Амандыком Баталовым. К слову, сейчас целебное озеро – одно из самых посещаемых туристических мест в стране. Этому свидетельствует открытие не только аэропорта, но и запуска железнодорожного сообщения до села Ахчи. К тому же за последние годы у побережья Алаколя распахнули в свои двери несколько зон отдыха, соответствующих всем мировым стандартам и работающим в режиме люкс. Как заверил Амандык Баталов, комплексная работа по развитию побережья озера и модернизации инфраструктуры будет продолжена и в последующие годы. Сразу пять крупных объектов будут завершены до конца текущего года на МЦПС Харгос. Это центральная площадь, галерея, торговые дома и оздоровительный комплекс. А в следующем уже будут выступать артисты цирка под собственным куполом. Здание цирка за один сеанс сможет уместить пять тысяч зрителей. А всех приезжих на период временного пребывания комфортом примет пятизвездочный отель. Прибывающий в области с рабочим визитом премьер-министр страны Бакаджан Сагентаев ознакомился с ходом строительства новых объектов НЦПС и дал свою оценку развитию международного центра. Пропускной пункт Нурлжол – один из важнейших стратегических объектов СЭС. Он заметно сокращает время прохождения необходимых таможенных процедур. Ожидается, что ежедневно здесь будут проходить регистрацию около 2500 единиц транспортных средств в обе стороны. Напомним, еще совсем недавно пропускная способность пункта составляла 120 автомобилей за 12 часов. Премьер-министр страны Бакаджан Сагентаев отметил своевременность модернизации пункта. На сегодняшний день за один месяц работы на транспортно-логистическом центре Евротранзит Нурлжолы, находящегося непосредственно на таможенном посту Нурлжолы в направлении Казахстана, пройдено 1502 единицы техники, общий вес составил 39 тысяч тонн, стоимостью 2 миллиарда тенге. Платежи в бюджет составили 310 миллионов тенге. Среднее время оформления 36 минут и в направлении Китая пройдено 1447 единиц. Основной поток это, конечно же, транзит в Западную Европу и сопредельные государства Республик Казахстан. В транспортно-логистическом центре Евротранзит Нурлжолы инвестировано на сегодняшний день 2,5 миллиарда тенге. В 2020 году завершится строительство одного из крупнейших торговых центров на казахстанской части МЦПС Харгос Самрук. Объект состоит из пяти блоков. В него войдут гостиницы, ресторан, фитнес-залы, бизнес-центр, а также торгово-развлекательный комплекс. Стоимость проекта почти 14 миллиардов тенге. Блоки А и Б с общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров уже были введены в эксплуатацию в июле 2016 года. Два-три года назад был интерес в основном в торговой части. То есть как наши туристы покупают в Китае товары, китайские туристы у нас товары покупают. Сейчас уже пошел сфера услуг, сфера развлечений, акцент такой. Вот у нас сегодня буквально старт произошел строительство проекта «Цирк». Большой интерес со стороны российских инвесторов у нас в Челябинске начали строить два торговых центра. Завершение одного в этом году даже, мы по крайней мере коробку поднимем и поменьшим тысячу квадратов. Большой пять тысяч квадратов на следующий год весной запустим. Начинается реализация проекта «История степи», так мы его назвали, рабочее название. Этот проект, где будет несколько музеев находиться, очень интересно для китайского туриста. Новосибирск город, у нас сейчас ожидаем большую делегацию. Они собираются строить медицинский центр. Например, очень интересный медицинский центр, это имплантирование части скелета, черепа, позвоночника и так далее. Очень интересный проект. По нашему приглашению приезжают смотреть возможности. То есть они пытались такой проект сделать на Дальнем Востоке, но там всего человек может находиться 72 часа. Там есть подобная территория, но там функционал совсем другой, но человек китаец может заехать всего на 72 часа. А у нас 30-дневное вот это нахождение, оно позволяет не только пройти лечение, но и период реабилитации. Не только торговым оборотом будет привлекателен международный центр. Динамично на протяжении нескольких лет подряд здесь ведется работа по развитию туристического кластера. Город степи уже ближайшие несколько лет должен превратиться в агломерацию, в которой будет и свое королевство развлечений. Комплекс откроется в конце 2019 года. Привлекательный в архитектурном плане объект включает пятизвездочную гостиницу с люкс-номерами. Ресторан, развлекательный комплекс, бассейн, кинотеатр, оздоровительный центр и многое другое. На первом этапе строится девятиэтажный отель. Это 155 стандартных номеров, 8 полулюксов и 4 люксы. Его стоимость 32 миллиарда тенге. Сейчас здесь трудятся около 60 человек. Инвестиции все полностью привлечены со стороны Китая. На данный момент работают около 30 рабочих со стороны Казахстана и примерно в том же количестве со стороны Китая. И я думаю, что, конечно, будем стараться прилагать все усилия, чтобы сдавать объект в срок. По завершению ввода в эксплуатацию в объекте будут работать в основном казахстанцы. Но не в основном, а полностью будут работать казахстанцы. И гостиница будет иметь казахстанский колорит для того, чтобы китайцы, китайская сторона, когда будет заезжать к нам, чтобы чувствовали себя за границей. Посетил премьер-министр и торговый дом Каз Люмиер. Стоимость объекта 1 миллиард 700 миллионов тенге. Официальное открытие центра состоится весной следующего года. По заверениям ответственных лиц, здесь будут трудоустроены свыше 100 казахстанцев. Буквально 2-3 недели назад мы закончили строительство. Официально мы еще не открыты. Но как бы демо-версия, чтобы туристы могли уже как-то посещать наш торговый дом. Мы 5-6 арендаторов к нам уже заехали, они торгуют сейчас. Мы ориентируемся, конечно же, в первую очередь на наших казахстанских производителей. Вот у нас договор заключен с Ассоциацией товаропроизводителей Казахстана. Туда входит порядка 250 компаний, именно товаропроизводителей Казахстана. Мы с ними договор заключили, они планируют через месяц уже выставляться. Вот, конечно, ориентир мы держим на наших производителей, но также держим ориентир на продукцию Российской Федерации, Белоруссии, Украины. Представили премьер-министру и генплан развития нового города Нуркент, строящийся на пути ключевых авто- и железнодорожной магистрали. В перспективе он станет одним из самых современных и красивых городов страны. В инфраструктуру населенного пункта уже вошли школы, дошкольные и медицинские учреждения, комфортабельное жилье. Уже сейчас здесь проживают около 3 тысяч человек. Динамика его возведения предусматривает увеличение численности его населения до 100 тысяч человек уже к 2035 году. Дамир Анитов, Наржан Муканов, телеканал ЖИЦУ. В областном центре глава Кабмина объехал ряд объектов. Оценил новый драматический театр. Бакаджан Сагентаев отметил качество нового храма служителей Мельпомены и его особенный архитектурный облик. Напомним, официальное открытие нового театра состоится 30 октября. В этот же день пройдет 7-й международный фестиваль стран Центральной Азии, посвященный 20-летию Астаны и 120-летию видного государственного деятеля Темырбека Жиргенова. В мероприятие примут участие лучшие коллективы из Турции, Башкирии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Казахстана. Они представят вниманию зрителей 12 спектаклей. Доступная медицина, качественное оказание услуг и суперсовременное оборудование. Всем этим критериям должна соответствовать сфера здравоохранения каждого региона. Такую задачу перед людьми в белых халатах поставил президент Нурсултан Назарбаев в своем недавнем послании. О важности его исполнения еще раз напомнил премьер-министр страны. На встрече с медицинской общественностью Алматинской области Бакджан Сагентаев озвучил способы и методы реализации поручения Ельбаса. В каждом населенном пункте Казахстана должно быть медицинское учреждение. Доступность – вот что самое главное, особенно в сфере здравоохранения, отметил Бакджан Сагентаев. Так, на сегодняшний день в Алматинской области функционирует более 800 учреждений. В текущем году за счет местного бюджета построено 18 объектов здравоохранения, по пяти проведен капитальный ремонт. Показатели, которые демонстрирует область, довольно-таки хороши. Однако на этом не нужно останавливаться. Уделяйте большое внимание первичной медико-санитарной помощи. Я вижу, что областной центр растет и развивается. Поэтому в новом микрорайоне необходимо возвести больницу или поликлинику. Если не удастся построить новое здание, можно оборудовать медицинское учреждение на первом этаже дома. Самое главное, чтобы люди не ездили за помощью куда-то далеко. Все должно быть рядом. С целью снижения дефицита кадров за последние три года в Алматинскую область привлечено более 470 врачей. Около 150 из них предоставлены квартиры. Остальным выданы подъемные пособия и льготные кредиты на покупку жилья. Всего на данный момент в регионе трудится порядка 20 тысяч медработников. На сегодняшний день у нас есть возможность повышать свои знания не только в нашей стране, но и за рубежом. Вот даже наши специалисты, наши многопрофильные больницы в этом году обучились в ведущих клиниках Южной Кореи, Германии, Израиля и в России. С каждым годом укрепляется материально-техническая база инфраструктуры здравоохранения. Вот в этом году из средств местного бюджета нам самую последнюю модель ударно-волновой литотриптор приобрели для нашей больницы. И мы сейчас в клинике дистанционно проводим дробление камней в почках и мочеточнике. И теперь наши жители Талукургана получают здесь эту высокоспециализированную медицинскую помощь. Улучшение качества оказания медицинских услуг возможно только за счёт цифровизации, считает собравшийся. В целях устранения очередей и бюрократии до конца текущего года планируется внедрение информационной системы ЖИТСУ. Она позволит сформировать электронные паспорта для жителей региона, а также обеспечит переход на безбумажный документооборот. Что касается действующих проектов, то сейчас в области довольно успешно реализуется программа КОМЕК-103. Благодаря её внедрению, прибытие карет скорой помощи стало оперативнее. Сейчас она в Алматинской области на 35% мы внедрили, все районы подключаем. И должны были закончить её в 2019 году. Но совместно обсудить с областным управлением зарплаты, с Акиматом, дополнительно выделены 200 миллионов тенге. И я думаю, что мы к концу этого года завершим полностью внедрение этой системы. Из послания главы государства больше всего медиков обрадовало поэтапное повышение заработной платы на 20%. Как говорят они, это станет хорошим стимулом для качественного исполнения обязанностей. Всего по Алматинской области заработная плата повысится у более чем 3,5 тысяч человек. Мы будем прилагать все усилия в реализации послания, озвученного главой государства. Думаю, все те критерии, которые озвучил Ельбасе, позволят в сфере здравоохранения страны выйти на новый уровень. Я хочу сказать большое спасибо вам и нашему президенту за систематическую поддержку Алматинской области. Впереди нас ждёт большой объём работы. Я думаю, мы справимся с ним. Надеюсь, всё озвученное сегодня стопроцентно реализуется в жизни. Подводя итоги встречи, Бахаджан Сагинтаев отметил, что в целях повышения качества медицины необходимо также развивать государственно-частное партнёрство. Привлечение бизнесменов в сферу здравоохранения даст новый импульс развитию качественной медицины. Ануар Амангельдинов, Габид Кабрахман, Абзал Нусипов, телеканал ЖИТСУ. Бизнесмены Алматинской области начали поднимать заработные платы своим сотрудникам от 15 до 50%. Так руководители предприятий выражают поддержку посланию Ельбаса. Рост благосостояния казахстанцев. Об этом сообщили во время круглого стола с участием премьер-министра страны Бахаджана Сагинтаева. Впрочем, тем для разговоров было немало. Касались они не только бизнеса, но и других сфер деятельности. Подробнее в следующем сюжете. Задача открытия 100 малых предприятий в Алматинской области на финишной прямой. Сегодня в регионе свои двери распахнули 76 объектов бизнеса. Непременно это отразилось на местном бюджете и составило половину дохода. О благоприятном инвестиционном климате ЖИТСУ свидетельствуют действия транснациональных компаний. Всего их 20, но уже скоро их ряды пополнят Марвен Фото и Лукойл. С их проектами премьер-министра страны Бахаджана Сагинтаева знакомил глава области. Никому не секрет, область сегодня занимает лидирующие позиции по производству сельскохозяйственных культур. Также ТСУ вернул славу свекловодческого региона. Еще три года назад посевная площадь сладкого корнеплода составляла 4000 гектаров. Сегодня эта цифра выросла почти в три раза. А готовая продукция в нынешнем году составит 40 тысяч тонн. Премьер-министр страны отметил заслугу земледельцев региона и поставил новую задачу – применять инновации в агросекторе и увеличить пассивные площади. Но если в рамках Казахстана посмотреть, потребность 500 тысяч, производим около 100 тысяч. 400 тысяч импорт зависим. Алматинская область, Жамбулская область мы построим, сахарный завод у нас будет, мы будем свеклу выращивать, опять же рабочие места в сельском хозяйстве. Ну и закроем свою внутреннюю потребность, не будем зависеть от импорта. Больших успехов добились и кукурузоводы региона. Сегодня ее площадь составляет 80 тысяч гектаров. Зерновую культуру принимает крахмалопаточный завод в Панфиловском районе. 17 видов готовой продукции отправляется на экспорт в страны Средней Азии, России и Китая. Вот в этом году мы уже планируем 165 тысяч тонн переработки кукурузы. Здесь задействованы три района сегодня Алматинской области. Вы знаете, это Панфиловский район, Энбекш-Казахский район и Уйгурский район. Министр Вахчан Абдемович сегодня поставил задачу именно эффективности использования государственных денег, государственных программ и так далее. И я считаю, вот именно наш завод за эти пять лет вырастил такой объем производства. Это как раз есть тот показатель, тот эффект, от которого наше государство, наш президент ждет от всех нас, от бизнесменов. Ключевой темой встречи стало, конечно же, обсуждение послания Ельбаса. Президент уделил особое внимание структуре бизнеса. Это и налоговая амнистия, защита от уголовного преследования. В свою очередь, руководители компании заявили о решении повысить минимальный размер заработной платы сотрудникам. На предприятии работает 160 человек. Я вот сегодня смотрела и буквально мы заработную плату подняли до 50% в течение полутора лет. Послание президента все-таки подводит к тому, что мы должны еще поднять заработную плату. Я думаю, что мы на 15% еще поднимем свою заработную плату. Сейчас минимальная заработная плата у нас составляет порядка 76 тысяч. Мы ежегодно повышаем зарплату. Мы делаем индексирование на инфляцию, то есть повышаем зарплату на 7%. Но помимо этого мы, естественно, кормим наших сотрудников, мы их возим, одеваем, даем им спецодежду. Поэтому мы считаем, что у нас очень хорошие условия труда. С 1 января 2019 года мы будем поднимать зарплату. То есть она уже вступит в силу с 1 января на 7%. Если у нас ежемесячный фонд труда составляет 100 миллионов тенге, то значит он будет 107 соответственно. Активные бизнесмены в развитии социальной сферы. С их участием в регионе охват дошкольным образованием достиг 98%. Строятся физкультурно-оздоровительные комплексы в районах и школы. Бахачан Сагентаев отметил работу бизнесменов и все условия, которые создаются для них руководством региона. Этот тандем дает мультипликативный эффект экономическому и социальному развитию региона. Асим Кощегулова и Абзовну Сипов, телеканал ЖТСУ. Премьер-министр страны также посетил первую и единственную в области айтишколу-лицея. Образовательное учреждение начало работу в новом учебном году. Получают здесь знания по самым современным стандартам почти 1300 учеников. Помимо школьной программы дети учатся владеть навыками программирования, 3D-моделирования. Проходят и курсы робототехники. Бахачан Сагентаев осмотрел новые классы и побеседовал с педагогами. Вопросом образования особое значение. Сегодня каждому казахстанцу необходимо обладать набором качеств достойных технологий 21 века. Это компьютерная грамотность, знания иностранных языков и культурная открытость. Приоритетом сферы образования является целенаправленная работа по цифровизации. В целях ее реализации вот уже два месяца работает новый айти-лицей. Естественно, будущее все связано с этим. Раньше как-то там к этому смотрели, а сегодня жизни нет. Все уже почти к нему привыкают, что там через цифровизацию, все услуги и так далее, так далее. Все для того, чтобы детей подготовить, и школа должна быть подготовлена, и соответствующие программы. Поднимались и обсуждались в ходе встречи самые разные вопросы. Доступное образование, жилье для студентов, дальнейшее их трудоустройство, проблема суицида среди детей и повышение статуса педагогов. Собравшиеся уверены, нынешнее послание народу Казахстана поможет положительно решить все эти проблемы. В нынешнем послании президента мне очень понравилось, что 2019 год объявлен годом молодежи. Это, конечно же, укрепить статус молодежи, так как большинство из них ходит без работы, без обучения. И когда ты смотришь, прям душа болит, что следующее поколение остается таким, и надо решить эту проблему досконально. Послание поможет молодежи определиться с будущим местом в этой жизни. Как сегодня уже не раз, неоднократно обсуждали и говорили о том, что президент поручил принять закон о статусе педагога. Это, конечно же, очень радует нас, учителей. Ведь забота учителя – это давать знания детям, а не заниматься ненужными общественными работами. Это очень радует. Всего в Алматинской области средним образованием охвачены около 400 тысяч учеников. Из 760 школ в 34 еще остается трехсменное обучение. Устранить проблему управление образованием планируют к 2021 году. Что касается охвата детей дошкольным образованием, то в области он максимальный – 98%. Продолжаем выпуск с событиями в мире. В ресторане Роберта Де Ниро в Нью-Йорке обнаружен подозрительный пакет, похожий на посылку со взрывчаткой. О находке сообщили в департаменте полиции. Потенциально опасное устройство было доставлено в Требека Грилл в четверг утром. В это время в ресторане посетителей не было. Это уже девятая подозрительная посылка, обнаруженная полицией за последние два дня. Аналогичные пакеты предназначались для представителей Демократической партии, телеканала CNN и оппонентов президента Дональда Трампа. К числу критиков глав государства относят и актера Роберта Де Ниро, которому принадлежит упомянутый ресторан в Нью-Йорке. Как минимум 18 человек погибли, большинство из которых дети в результате наводнения в Йордании. Поток смыл автобус с детьми, ехавшими на школьную экскурсию в районе Мертвого моря. В автобусе находилось 37 школьников и 7 сопровождавших их учителей. Транспортное средство было на мосту, когда его накрыл мощный поток, вызванный проливными дождями. Среди жертв также и семьи, отдыхающие на популярном курорте. Фейсбук выплатит Великобритании штраф в размере 645 тысяч долларов за утечку личных данных пользователей сети. Причиной стал скандал с британской компанией Cambridge Analytica. С 2007 по 2014 годы Фейсбук передал им массивный объем личных данных пользователей без их согласия, чем нарушил британское законодательство в сфере охраны конфиденциальной информации. Ранее газета The New York Times сообщила, что благодаря этому Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей социальной сети и разработать алгоритм анализа их политических предпочтений. По этому делу главе Фейсбук Марку Цукербергу пришлось выступать перед Конгрессом США, где он заверил, что впредь в соцсеть будет бережнее обращаться с личными данными пользователей. Обзор зарубежных новостей подготовил Азаджумаханов по материалам интернет-ресурсов. Завтра, 27 октября, стартуют женские соревнования по фигурному катанию на втором этапе гран-при Skate Canada 2018. Казахстан будет представлен только Элизабет Турсумбаевой. Всего на лед в канадском лавале выйдут 12 фигуристок, среди которых серебряный призер Олимпиады 2018 Евгения Медведева и серебряный призер чемпионата мира 2018 японка Вакаба Хигути. Спортсменки провели официальную тренировку перед стартами. Старт произвольной программы намечен на 28 октября. Разгромивших купе «Талька» пассажиров оштрафовали на 5 МРП. Пассажиры поезда номер 701 Алматы-Астана вели себя неподобающим образом и нарушали правила общественного порядка. В пути следования молодые люди распивали спиртные напитки, не реагировали на замечания проводников. Сотрудниками транспортной полиции за совершение данного правонарушения в отношении них было возбуждено административное дело и наложен административный штраф в размере 12 тысяч тенге. Жители Мангастауской области удивили верблюды, переходившие дорогу по пешеходному переходу. Переход верблюдов через дорогу сняли на видеокамеру водители. По их словам, верблюда шли не спеша, никому не мешая. Этот случай вызвал интерес пользователей социальных систем. Некоторые говорят, что верблюды умные, другие же считают, что для животных не было другого пути. Обзор республиканских новостей подготовила Адина Смогулова по данным интернет-ресурсов. Новая трибуна, беговые дорожки и газон в Куксузском районе в селе Балпахпеть состоялось торжественное открытие стадиона, прошедшего капитальный ремонт. На его улучшение из областного бюджета выделено свыше 460 миллионов тенге. Всего строительные работы на спортивном объекте длились более одного года. Оправдал ли обновленный стадион? Ожидания жителей и вложенные на него средства? Узнавал Ануар Амагельдинов. Своё начало это спортивное поле берёт с 1978 года. Инициатором его создания выступил первый секретарь района Толиген Ахшанов. После развала Советского Союза объект остался бесхозным и на нём пасся скот. Лишь в далёком 1993-м, по предложению большинства жителей Куксузского района, стадион обрёл второе дыхание и стал охраняемой территорией. Спустя пять лет ему присвоили имя видного государственного деятеля Житсу Батыржана Унгарова. Очень рада тому, что жители Куксузского района с почтением относятся к памяти моего мужа. Уделяют особое внимание этому объекту, названное в его честь. Вообще, Батыржан и сам был приверженцем спорта. В юности он очень активно занимался борьбой и футболом. Занимая руководящие посты в советское время, он также уделял особое внимание сфере спорта. Работал во благо своих семляков. Я хочу поблагодарить руководство области и района за обновление этого стадиона. Надеюсь, здесь будет собираться немало молодых людей, занимающихся физическими упражнениями. Капитальный ремонт стадиона ввелся в два этапа. Первый предполагал снос старого здания с квадратурой в 200 метров и постройку нового. Теперь на площади более чем 1700 квадратных метров есть все необходимое для участников и посетителей спортивных мероприятий. А вот вторая стадия реконструкции заключается в замене футбольного покрытия, создании беговых дорожек, а также баскетбольных и волейбольных площадок. На этот стадион выделено 468 миллионов 200 тысяч тенге, которые были полностью освоены. В будущем у нас будет строиться еще на этой площадке физкультурно-оздоровительный комплекс. Тогда в селе Балпи будет весь комплекс спортивных мероприятий. Если посмотреть, вот сзади меня в угол, там будет расположен фок. Сейчас проект изготовлен, который прошел государственную экспертизу, в следующем году запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В целом в районе имеется свыше 100 спортивных объектов. В них функционирует порядка 70 секций. Население активно и регулярно занимающегося спортом уже около 30%. Это последняя информация к этому часу. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова